В конце прошлого года сын Геннадия Бурцева превысил скорость на дороге. Штраф пришел пенсионеру, автомобиль оформлен на него. Мужчина пришел в 65-е отделение почты, чтобы получить извещение на оплату. Но там его ждал от ворот-поворот. Я бы хотел забрать его и оплатить, но некому работать. Я в ноль повдоль несколько раз приходил, потом уже махнул рукой, поехал на главпочтам. А мне после инсульта нельзя, вот эти движения и все прочее. Мне позвонили суда, руководство главпочтампа, езжайте, говорит, мы разобрались, вам выдадут. На почте не хватало рабочих рук. Собственно, с такой проблемой сталкиваются многие жители края. Дефицит сотрудников из-за низкой зарплаты длится годами. В нашем случае по итогу пенсионер получил письмо счастья, мягко сказать, несвоевременно. Вот это письмо, оно пролежало 4 месяца. Меня за это время оштрафовало налоговое, ну, судебные приставы. Сняли деньги с пенсии. Вообще ходите сюда? Да. Как обслуживают? Ну, долго. Постоянно у них, значит, нет работников. А почтовым действительно, у них хватает, нет на трех участках. Управление Федеральной почтовой службы очень сожалеет, что Геннадию Бурцеву пришлось столкнуться с подобной ситуацией. Этот случай единичен. В почтовом отделении 656-065 сейчас работает 13 человек. Из них 7 почтальонов. Со всеми сотрудниками отделения мы проведем дополнительный тренинг по правилам оказания клиентского сервиса. Сотрудники Почты России напоминают, что получить заказные письма, в том числе штрафы ГИБДД, клиенты могут в электронном виде. Для этого нужно подключиться к сервису электронных заказных писем. Данные послания мгновенно поступают в личный кабинет на сайте Почты России. Однако большинство пожилых людей с электронными сервисами «Новы» идут по старинке в почтовые отделения, где хотят получить немного качественное человечное обслуживание. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.